Так, коллеги, нас с Владом слышно хорошо? Если да, то там. Так, сейчас. Да, я смотрю, у нас по телекану, нас хорошо слышно. Так, сейчас. Спасибо. Так, коллеги, как теперь слышно? Были маленькие неполадочки? Да, тебя все так же слышно, отлично. Все хорошо. Тогда, что, Влад, я предлагаю приступить к нашему вебинару. Надеюсь, все уже успели подключиться. Все тут? Да, давай начнем. Все, давай начнем тогда. Здравствуйте, коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Евгений. Я являюсь менеджером коммерческого департамента компании «Аксилот». Сегодня со мной на связи мой коллега Влад. Да, коллеги, добрый день. Я Владислав. Я являюсь темно-моналитиком транспортного отдела. И сегодня мы обсудим и поговорим о том, как при помощи «Аксилота ТМС» исследовать инциденты на основе онлайн и ретроспективных данных. Давайте немного поговорим с вами о таймингах нашей встречи. Сначала мы немного уделим вводной части, потом перейдем к, так сказать, основному блоку нашей презентации. И в завершении мы обсудим и резюмируем все это и будем готовы с Владом ответить на все ваши вопросы. Начнем тогда. Как мы все прекрасно знаем, что управление транспортным парком и перевозками – это затраты. Но также иногда встречаются факторы, которые влияют на стоимость перевозок. Это такие факторы, как увеличение оплаты перевозчику, машина выехала и пропала, причины, по которым происходит большое количество расхода топлива и так далее. И сегодня мы с моим коллегой вам расскажем, как при помощи «Аксилот ТМС» легко и свободно все эти факторы снизить к нулю. Давайте сразу перейдем к первому кейсу, кейсу, который определяет причины, как определить причины расхождения финансовых показателей по респективным данным в системе. Бывает, что иногда происходит расхождение финансов. И так сразу не вспомнишь, на каком рейсе это произошло, где и как так вышло. Начинается проверка службы безопасности финансовым департаментом до выяснения этих обстоятельств. И сейчас мы покажем, как при помощи системы легко можно найти рейс, в котором присутствуют эти расхождения. Да, коллеги. Часто сталкиваемся с такой причиной, когда у нас раз в полгода начинается проверка, мы обнаруживаем какой-то рейс, который у нас не законтрактован, превышает законтрактованную стоимость с нашим перевозчиком. И начинается длительный разбор полетов. То есть у нас начинается анализ стоимости перевозки и сбор данных о выполнении данной перевозки. Для того, чтобы корректно собрать данные, у нас там используется много участников. Это логист, перевозчик, с которым мы общаемся, финансовый управляющий, руководитель службы безопасности, который обнаружил данное расхождение. В связи с чем началась проверка. Для того, чтобы выполнить проверку, у нас начинается поиск этих документов, на основании чего выставлялся счет, на каком основании было превышение. Не всегда это все хранится в почте. И мы сталкиваемся с поисками информации по WhatsApp, по еще каким-то менеджерам, с которыми у нас связывается логист. В связи с этим у нас уходит довольно длительный срок на понимание, в связи с чем возникли данные разночтения. Для того, чтобы упростить этот кейс, мы рассмотрим первый кейс. У нас в июне производилась проверка оплаченных счетов за январь. Финансовая безопасность как раз у нас выявила рейс, в котором стоимость отличается от законтрактованной. Для проверки у нас будет выступать основная система ТМС, в которой хранится вся информация по данной перевозке. То есть у нас хранится соглашение, на основании которого выписывался тариф. Сами формулы, тот рейс, за которым у нас обнаружилось превышение всей счета. В помощник нам будет выступать интеграционная система, то есть это RTVP, информация, представляемая с метрическими сервисами, либо же с мобильного клиента. Также у нас для дальнейшей помощи в решении данных кейсов возможна стройка интеграции с кейс, когда у нас все оплаченные счета со стоимостью и так далее, выгружаются в кейс и их активно отслеживают как службу безопасности, так и наших менеджеров. Сейчас я перейду на демонстрацию кейсов системы. Экран грузил, подскажите, как видно? Так, Лад, пока экран не видно, сейчас грузится, у нас подгружается. Вот, все замечательно. Да, в рамках данного кейса мы рассмотрим, опять же, тот рейс, который у нас выполнялся 5 января, в котором у нас нашлись разночтения. Как произошли эти разночтения? Машина была вызвана по законтрактованной стоимости, по ней рассчитаны финансы. Финансы, они хранятся у нас как в рейсе, так и в распределениях, так и в счетах. Сами финансы у нас отображаются на отдельной закладке, то есть у нас рассчитана законтрактованная стоимость перевозчиком, это 3000 рублей. Вот плановая калькуляция, и видим, что она у нас отличается от фактической калькуляции, то есть она превышает данную стоимость на 1350 рублей. которая у нас связана как раз с простоем транспортного средства у заказчика. На данный простое у нас далось оглашение логист, в связи с чем данные отражены в системе, и мы можем их просто найти. Самый первый способ – это найти по рейсу. Второй из способов – это найти данную информацию по входящим счетам на оплату, то есть у нас все счета хранятся, и здесь у нас хранится наш оплаченный счет по данному рейсу на ту стоимость, которую мы подвязали. Здесь у нас в рамках платежа есть как раз наша автоперевозка, стоимость, и простой, который отражен также за данным рейсом. Также стоит уточнить, что данная стоимость может распределяться не на один рейс, а на несколько. Помимо этого, у нас есть отчеты, которые сразу позволяют отслеживать данные инциденты. То есть у нас есть анализ стоимости за распределение на каждую потребность, в которой у нас отражается плановая фактическая калькуляция, и при этом разбивается на все заявки на перевозку груза, которые у нас исполнялись в данном рейсе. То есть наш простой, видимо, он распределился отрицательной затратой на каждую заявку, когда мы выполняли данный рейс. Ну и также у нас есть анализ исполнения маршрутов распоряжения, в котором у нас уже отображается наш рейс, отображается его восхождение временные. То есть здесь мы видим план исполнения у нас 5 часов, а расхождение в 2 часа. И время в пути, то есть мы видим то, что километраж и расхождение по километражу отсутствуют. Вот, в связи с этим мы можем найти всю информацию в системе. То есть начиная от расхождения, мы проваливаемся также из данного отчета в рейс, и далее уже следуем по всем оплаченным счетам, либо уже поднять замороз. Для нее нет затрат на потребности. Так, коллеги, сейчас на примере данного кейса мы показали вам, как узнать в системе всю необходимую информацию, чтобы не было таких вопросов или чего-то. Все открыто, все легко, все свободно. И поэтому давайте сразу же мы перейдем с вами ко второму кейсу. Это кейс, в котором мы расскажем, как определить причину недоставки груза клиенту и обнаружить текущее местоположение транспортного средства. Бывает, так происходит, что груз в поставленные сроки не был доставлен заказчику. И там, допустим, дозвониться до водителя не получается и понять, где он сейчас находится. Либо, условно, возьмем, что груз был отправлен в пятницу, в выходные сломалась машина, ее отправили на пункт ремонта, и логиста не поставили в известность, выходные, не отвлекать его. А по приходу на работу в понедельник оказывается, что сроки уже подошли, а груз не был доставлен. И вот чтобы узнать причину, по которой это случилось, где текущее местоположение транспортного средства, сейчас мой коллега Влад вам покажет, как зайти просто в систему, и все эти данные спокойно, легко и узнать. Да, второй у нас как раз кейс связан с одним из моих недавних запусков. У нас на процессе обучения как раз возникла такая ситуация, которую рассказал ранее мой коллега Евгений. У нас пропала машина, в пятницу мы ее отправили, вывели на срок доставки три дня, в понедельник груз должен был быть доставлен. В понедельник от заказчика мы, соответственно, выясняем, что груз не был доставлен, и нас не предупредила транспортная компания о том, где находится сейчас транспортное средство. Началась прямая связь с водителем, то есть попытались до него дозвониться, попытались дозвониться до транспортной компании, у нас не получалось. Вся ситуация возникла в первой половине дня, и во второй половине дня на нас выходит транспортная компания с обратной связью. Машина по пути сломалась и была доставлена в пункт ремонта, о чем не был предупреден логичность в связи с тем, что это произошло в нерабочее время. Выходные также нас решили не тревожить и надеялись на то, что у них получится доставить груз вовремя. Но в понедельник машина так и не выехала с пункта ремонта, в связи с чем у нас начались издержки, у нас начались исходящие претензии на данную транспортную компанию, и входящие претензии с тем, что груз не был доставлен вовремя, в связи с чем нам необходимо было разобраться, где находится машина, и когда мы сможем каким сроком доставить данный груз. Для помощи в таких ситуациях и отслеживания у нас как раз выступают основной системой ТМС и также интеграционный контур ТВП, который позволит нам отследить, в какой момент и где находится данное транспортное средство. Также тут у нас уже подключаются картографические сервисы для того, чтобы нам на карте отобразить нашу машину, в какой момент времени она находилась. Ну и также у нас помощником служит КИС для того, чтобы информировать менеджеров о информации о доставке их заявок. Соответственно, сейчас мы перейдем в систему и рассмотрим данный кейс, как он решался, заранее скажу, да, с перевозчиком. Впоследствии было заключено дополнительное соглашение о передаче данных из телеметрических систем, и также с некоторыми перевозчиками было заключено соглашение на использование в рамках ТМС мобильного клиента-водителями для того, чтобы логисты получали благовременную информацию и могли ее контролировать. Здесь у нас отображается экран. Скажите, видно? Да, Влад, все замечательно, видно, прогрузилось. Здесь у нас отображается сам рейс, который находится у нас в статусе и выполняется, то есть зафиксировано убытие с точки, но не зафиксировано его итоговое прибытие, и он до сих пор у нас хранится в одном месте. Соответственно, какое решение было принято? Был настроен сервис «История событий», который возникает от внешнего источника, то есть RTVP-сервиса, о том, что машина отклонилась с график распоряжения, изменен сам график в связи с ее простоем, и настроено оповещение пользователя. Настроено как SMS, так и на почту приходят сообщения, что машина отклонилась от курса, и данный рейс, возможно, не будет выполнен вовремя. Как раз для предупреждения таких ситуаций выходные, то есть логист получил информацию о том, что машина не выполняет рейс, либо же отбивается от графика, соответственно, он сразу может предупредить ситуацию в связи с водителем, с перевозчиком и предугадав. Также у нас был спутниковый мониторинг на данное транспортное средство, и здесь мы видим отображение нашей машины на карте и нашего пути. То есть у нас событие как раз организовалось так, как машина не находится на траектории маршрута, положенного и по карте. И, соответственно, груз не доставляется уже с того срока, как выехала машина. Также здесь видим индикационные картиночки, сигнализирующие нам о статусах рейса. То есть как раз он у нас выполняется, и мы не видим завершение данного рейса. В связи с чем можем заранее бить тревогу, заранее найти машину, и, соответственно, ворами доставить груз нашим выхажчикам. Спасибо, Влад. Сейчас продемонстрировали, как легко, все на картах, видно, где транспорт находится, весь его маршрут. То есть все прекрасно видно, все замечательно. И давайте мы с вами перейдем к нашему третьему кейсу. Это мы рассмотрим, как определить факт передачи сопроводительной документации водителям по окончанию рейса. Бывает такое, что внешние перевозчики, они не всегда отдают документацию. Они доставили груз, получили оплату, ну и на этом все. Нам же важно ввести документацию за каждый рейс, чтобы в ходе проверки не выяснилось отсутствие оплаты за тот или иной рейс. Когда мы провалимся в документ, в систему, точнее, в систему, там будет видно, за какой рейс не прошла оплата, из-за того, что водитель не передал документацию, либо что еще. Поэтому сейчас Влад на примере системы именно покажет, как это все узнать и куда смотреть. Да, коллеги, тут как раз одной из главных болей является контроль сопроводительной документации в рамках рейса, как она отслеживается, как ее сдают водители. Чаще всего водитель довольный приехал, посчитал, что машину сдал, этого достаточно, и можно как можно скорее убежать домой. Впоследствии у нас возникают проблемы с оплатами и дальнейшие проблемы с тем, чтобы зафиксировать саму оплату нашему перевозчику о том, что услуга выполнена, так как мы не имеем документального подтверждения о доставке груза. Здесь основными участниками у нас является логист, перевозчик, водитель и менеджер, который выполняет контроль. Также у нас условия самого кейса, как раз мы получили информацию о том, что документация не была передана от финансового управляющего в связи с чем рейс был неоплачен. И ТМС как раз нам помогает отслеживать данные инциденты, контролировать их сразу, мониторировать возврат документов, то есть рейс, за которым закреплены определенные документы, которые получил водитель на него, и также отчеты. Плюс в КИС мы можем отдавать обратную информацию для того, чтобы вы отслеживали выставление счетов, информацию как раз по возвращенным документам и хранить ее, чтобы у нас все участники данного процесса были между собой осведомлены. Перейдем в систему и рассмотрим далее уже в системе данный кейс, как он прогружается. Так, давай, Влад, сейчас у нас прогружается пока. Вот, все, виды, замечательно. Каждый рейс, да, у нас тоже имеет свою закладочку, это документы. В рамках данной закладки фиксируются все документы, выдаваемые на рейс водителя. Также у каждого документа имеет свой порядковый номер и статусную модель, то есть он может быть выдан, возвращен и также отслеживаться. Следующее, да, то, что у нас выдывает боль, это оплата данных рейсов, то есть здесь у нас выдан документ, и по нему уже сформирована следующая счетная оплата, которую необходимо платить. Но оплатить мы этот счет не можем, так как документы у нас не возвращены. Это как раз второе звено контроля, когда мы видим, что счета у нас не оплачены, они висят в статусе новая по данному документу, и будут оплачиваться только по факту выставления, предоставления водителям документов об окончании рейса. Каждый документ имеет свою фиксированную, да, статусную модель, которая отмечается в системе, и в дальнейшем она используется. Также у нас есть помогательные отчеты, которые помогают отслеживать данные фиксации. То есть как мы видим, что документ на данный рейс у нас выдан, то есть рейс 43, выдан один документ, а обработан он ноль. То есть документ не возвращен, в связи с этим по системе мы как раз можем отследить фиксацию данного документа, возвращение его водителям в рамках исполнения. Ну и также отследить саму задолженность поставщика. То есть у нас есть неоплаченный счет, который висит на 6 тысяч, который мы должны будем оплатить. И здесь у нас отобразится информация о том, что счет оплачен. То есть тут как раз несколько систем мониторинга. Во-первых, это не выставленный, неоплаченный счет, который висит как задолженность. Вторая – это контроль сдачи документов. Ну и третья – это сам рейс, в котором отображается статусная модель по данному документу и его возврату. Спасибо, Влад, большое. В данном кейсе мы рассказали вам, как при помощи системы легко провалиться в документацию именно по оплатам, считам, посмотреть задолженность, какая сейчас у нас или у заказчика. То есть все открыто, все легко, зашел и сделал. Поэтому давайте сразу мы с вами перейдем к четвертому кейсу. Поговорим немного про финансовую и нефинансовую мотивацию водителей. Что это дает? Это дает нам повышение качества самой доставки. Это уменьшение возврата товара. И сейчас мы вам покажем, как при помощи системы можно посмотреть показатели водителей, посмотреть расход топлива на рейс, есть пережоги топлива или нет. И вообще все функции, которые связаны именно с мотивацией водителя. Да, давайте тут более подробно расскажу. В последнее время у нас рынок кадров водителей сильно уменьшился, и нам всегда необходимо зарабатывать для них какую-то мотивацию, чтобы им было выгоднее работать у нас. Мотивация может быть как финансовая, так и нефинансовая. Из чего она в основном может складываться. То есть первое, как и то, что у нас идет из интереса для водителей, работа рядом с домом. То есть когда мы закрепляем определенную географическую зону, в рамках которой он живет, и последняя точка всегда будет стремиться к возврату для того, чтобы быть ему близко к тому месту назначения, откуда он у нас выехал. То есть если машина хранится в гараже рядом с водителем, то он, соответственно, вернется в свою точку и быстро выполнит рейс. Также это отслеживание его на работе часов, учет графика работы, также помощь в контроле фиксации документации. То есть система позволяет отслеживать водительские удостоверения, помочь водителю напомнить о том, что водительские удостоверения подходят к окончанию срока годности, так как водители не всегда у нас внимательные, и иногда приходится напоминать для того, чтобы не создать инциденты в рамках исполнения рейса. Также система позволяет контролировать состояние транспортных средств, чтобы водитель мог узнать заранее о том, что его транспортное средство будет перемещено в ремонт, и будет предоставлено подменное транспортное средство. Также система позволяет отслеживать фиксацию документов – это страховые полисы, пропуска, сроки данных пропусков, также собирать информацию для пропусков. То есть часто нам приходится выписывать на какие-то точки определенные пропуска, для того чтобы каждый раз не дергать водителя, предоставьте нам паспорт, предоставьте водительское. Мы можем это все хранить в системе, использовать и отслеживать фиксацию данных документов. Помимо нефинансовой мотивации, у нас также есть и финансовая мотивация, это отслеживание качества доставки, это отслеживание каких-то проблем в точках, то есть у нас какие-то браки возникают, отслеживание этих браков, учет это на финансовую составляющую в рамках водителя, также учитывание их пережогов, то есть если у нас водитель ездит экономично, можно ему, соответственно, выписать небольшую премию за экономию топлива на нашем предприятии. Если ездит, соответственно, растрачивает, то можно выносить какие-то предупреждения, поговорить с водителем для того, чтобы избежать длинных инцидентов. Плюс также мы можем контролировать скоростные режимы водителей, резкие повороты, превышение скоростных лимитов и еще информацию, которая говорит о небезопасном вождении и небезопасном нахождении нашего бюджета в рамках транспортного средства данного водителя. Вот эти данные как раз являются большой скупой данных, которые человеку невозможно обработать. И тут как раз систематизация учета данных в рамках системы и контроль, отслеживание как раз позволяет ТМС отобразить, выставить какую-то понятную мотивацию для водителя, да, то есть кому-то удобно работать рядом с домом и не всегда ему важна финансовая мотивация. Но при этом каким-то водителям интересно работать на то, чтобы увеличить количество своих финансовых мотивирующих показателей, да, там, условно, долг внедрения системы, так что работу 5, и это никто не слежил. После внедрения мы по отчетам, соответственно, отследили то, что у него на самом деле рейс заканчивается 4.30, ему можно добавить дополнительную точку, дополнительная точка влечет о себе дополнительную мотивацию, соответственно, водитель более доволен итоговыми результатами в рамках выполнения данной деятельности. Вот, тут я покажу сами примеры отслеживания документации в рамках системы. Сейчас переключаемся на ней. Как у нас видится фиксация и как у нас идут отчеты. Здесь рассмотрим сам отчет, анализ потребления предбега топлива. В разрезе каждого транспортного средства у нас есть плановые фактические показатели, которые мы планируем потратить. Ну и здесь видим нормативу разницу в калькуляциях. То есть я рассчитал топливо, водитель не уложил, соответственно, разницы в калькуляции нет. Если у нас, соответственно, есть экономия, то отображается экономия. Если есть пережег, то, соответственно, отображается пережег. И в дальнейшем у нас идет сами профили совместимости. Это то, о чем я ранее проговаривал, что кому-то из водителей удобно работать рядом с домом. И мы хотим данный запрет как раз донести до логиста, чтобы он не забывал, какой водитель где у нас находится и как он участвует. То есть у нас, соответственно, при планировании подвязывается совместимость геозон с транспортным средством. То есть у нас транспортное средство и определенная географическая зона. То есть там водитель живет у нас в Москве в юге, но, соответственно, нам удобнее строить у него маршруты. Плюс также, да, это удобно тем, что кому-то из водителей удобно развозить постоянно один и тот же регион. И мы за ним его закрепляем, он, соответственно, довольный как можно быстрее разводит тот регион. У него уже есть связи с заказчиками, у него есть телефон у всех заказчиков. Он, соответственно, с ними быстро коммуницирует и получает от них обратную связь. В связи с чем, да, там кто-то уменьшает свой рабочий день, тем самым тоже остается более довольный и сохраняется на данном рабочем месте. Также документы, как у нас отслеживаться. То есть для каждого документа у нас хранится в системе как по транспортному средству, так и по водителю. Хранится серия номер, сам документ присоединенных файлов. И отслеживается срок истечения данного документа. То есть пентограммками, зелененькой о том, что все хорошо, и красненькой о том, что посрочится предупреждающий нас о том, что нам необходимо будет перевыпустить данный документ. Она служит как документ транспортных средств, то есть это полиса ОСАГО, которая у нас занимается в рамках исполнения, это уже ответственность на работодателе, и документы личные водителя, да, такие как водительские удостоверения, и о чем тоже иногда желательно напоминать, так как приезжаем, начинаем заносить документы водителя и сталкиваемся с тем, что не все водители вовремя меняют свое удостоверение, кто-то иногда ездит уже с просроченных год-два. Соответственно, мы напоминаем, мы контролируем, помогаем тем самым водителям отслеживать свои затраты на исполнение рейсов. Ну и, соответственно, их безопасность, если они будут остановлены грешниками в процессе исполнения. Так, коллеги, вот мы разобрали около четырех кейсов по данной теме. Давайте мы немного с Ладом резюмируем вообще. То есть, что вообще понимается? Что при помощи системы можно легко устранить все факторы, которые влияют на стоимость перевозки. То есть, сама система, она является таким вот ключевым и основным, так сказать, программным обеспечением в самих перевозках, вот и управление транспортным парком. Все, как вы заметили, все очень удобно. Удобный интерфейс, удобно везде проваливаться в каждые интересующиеся вас там пункты либо задачу, все посмотреть, все отлично.